ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юрий Никулин. Название книги-анекдоты от Никулина. Предисловие от Никулина. В этом году исполнилось 60 лет, как я начал записывать в большую записную книжку анекдоты, смешные афоризмы, загадки, случаи из жизни. Спустя три года с этой книжкой поехал служить в армию. К тому времени у меня было записано 600 анекдотов, а к началу войны их набралось уже полторы тысячи. И во время войны и после, учась в студии клоунады и став клоуном, и наконец став директором цирка, я время от времени пополнял свою коллекцию. Записывал я с самого начала анекдот одной строчкой. В ней помещалась самая соль анекдота и краткое сообщение, где и с кем это происходит. К сожалению, способ для запоминания несовершенный. Со временем из памяти многое выветривается. Порой, просматривая книжку, читаю какую-нибудь фразу и не могу вспомнить, о чем речь, в чем суть. Помню, что это был очень смешной анекдот, но, к сожалению, забыт. А иногда позже вдруг ярко в памяти выплывет. Я не считаю, сколько у меня их. Может быть, тысяч шесть, а может быть, больше. В общем, на все случаи жизни. В 1985 году с легкой руки редактора журнала «Огонек» Виталия Коротича я стал публиковать в журнале и некоторых газетах анекдоты из своей коллекции под рубрикой «Анекдоты от Никулина». Потом вышел первый сборник, а в конце 1996 года к моему 75-летию Московский фонд мира выпустил второй уже под названием «1001. Анекдот от Никулина». Сейчас издательство «Центурион» предложило мне опубликовать оба сборника, объединив их в одну книгу. Я публикую анекдоты, только те, которые, а, мне нравятся, б, на мой взгляд, смешные, в, не содержат пошлости. Много смешных, остроумных, но, на мой взгляд, непечатных анекдотов остались за бортом. Один человек уверял меня, что самый неприличный анекдот можно рассказать прилично. Согласен, но если рассказать другими словами, будет не так смешно. Говорят, из песни «Слово не выкинешь», так и в анекдотах «Выкинь» наиболее сочные выражения, он теряет в весе и качестве. Для кого печатаются анекдоты в этом сборнике? Для всех, больших и маленьких, серьезных и легкомысленных. Прежде всего, я бы рекомендовал почитать эту книжку людям со слабым здоровьем или тяжело больным, не говоря уже о выздоравливающих. Им, в первую очередь, это будет полезно. Я твердо уверен, да это уже и доказано видными учеными, что юмор помогает переносить тягу этой жизни. Смех действует благотворно на больной организм человека. Улыбаясь, смеясь, хохоча, даже до упаду, человек, сам того не подозревая, убивает многие зловредные бактерии, заполняющие его тело. В одной американской больнице в палаты к тяжелобольным детям почти ежедневно стали приходить клоуны, эксцентрики, веселые фокусники, рассказчики смешных историй. Кроме того, несколько раз в неделю на большом экране демонстрировали веселые мультяшки. А потом, примерно через месяц-полтора, сравнили результаты этой и другой больницы, где лежали дети с подобными заболеваниями. И всех поразил тот факт, что в больнице, где применяли смехотерапию, больные выписывали в среднем на 10-12 дней раньше. Анекдоты, которые вы прочитаете, в основном рассчитаны на людей, любящих и понимающих юмор, но рекомендуется также людям без тени юмора, сухарям, обладающим мрачным характером. Может ли анекдот кого-либо обидеть? Считаю, что обижаться могут лишь люди, лишенные чувства юмора. Возьмем знаменитые габровские анекдоты. Ведь, казалось бы, габровцы, слушая или читая анекдоты, высмеивающие их скупость, должны обижаться ничуть. Они сами с удовольствием придумывают и рассказывают анекдоты про себя и вместе со всеми смеются. А ведь скупых хватает везде. Ну, может быть, в Габрово их чуть больше, чем в других городах. Однако габровцев, людей с юмором, это не унижает. И они даже гордятся своей исключительностью. Дочка А.И. Брежнева вспоминала, что часто, бывая у отца в доме, на его вопрос о том, какие новые анекдоты рассказывают про него, она пересказывала их, и все окружающие смеялись вместе с Леонидом Ильичом. Есть у меня в коллекции подборка анекдотов про Никулина, Витцина и Маргунова, которых скопилось около сотни. Они в эту книжку не вошли, но, может быть, я помещу их в следующий сборник. Хотя мы в комедиях Леонида Гайдая выступали как трус, бывалый и балбес, анекдоты в народе о нас рассказывают как об артистах, называя персонажей разными фамилиями, как будто мы такие в жизни. Я, когда услышал первый анекдот про нашу тройку, кстати, примитивный и непристойный, ахнул. Надо же, такой анекдот и про нас. Рассказал своим дома, посмеялись. И вот через некоторое время кто-то мне приносит второй, и потом пошло. Анекдоты про меня и моих друзей по кино рассказывали на улице, в цирке, присылали в письмах из многих городов бывшего Советского Союза. Часть анекдотов, конечно, придумана не очень удачно, хотя они без юмора. Много нецензурных, поэтому их публиковать не стоит, но есть по-настоящему смешные. Все они вышли из народа, но я ни разу не встретил хотя бы одного автора. Однако ни один из анекдотов меня ни разу не обидел. Наоборот, иногда на встречах со зрителем я с удовольствием рассказываю анекдоты про нашу тройку, или, как написал один мальчик, посылаю новый анекдот про вашу шайку. Говоря об обидах, упомяну Чукчей, Чапаева с Петькой, прапорщиков, Штирлица и так далее. Здесь нет никакого злого высмеивания. Только единицы могут лезть в бутылку. Действительно, все понимают по-своему. Так один из первых анекдотов про Василия Ивановича услышал за столом здравствующий тогда маршал С.М. Будённый. Все присутствующие засмеялись, но Будённый даже не улыбнулся, а когда смех утих, воскликнул в сердцах. Вот ведь правильно я ему говорил. Учись, Васька, смеяться над тобой будут. В заключение прошу читателей этой книжки принять мои лучшие пожелания. Я постарался подобрать анекдоты на любой вкус. Каждый найдёт свой анекдот, который заставит рассмеяться. Пусть он рассказывает его всем на здоровье и хорошо бы к месту. От этого анекдот только выиграет. А если кто-то просто улыбнётся, мне это будет радостно сознавать, потому что даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб. Январь 1997 года. Ваш и далее автограф подписи Юрия Никулина. Эпиграф. Но дней минувших анекдоты, от Ромула до наших дней, хранил он в памяти своей. Александр Сергеевич Пушкин. Из одесского юмора. Багрицкий Эдуард был одессит. Он здесь слагал из слов стихотворения. А Саша Пушкин тем и знаменит, что здесь он вспомнил чудное мгновение. Из песни. Напротив одесского вокзала бездействует фонтан. Скажите, спрашивает приезжий у одессита, этот фонтан когда-нибудь бил? Кто за вопрос? Он бил, есть и будет бить? Скажите, это правда, что в Одессе отвечают на вопрос вопросом? А зачем вам это надо знать? Скажите, вы случайно не сын старика Ковальского? Да, сын. Но что, случайно? Я слышу впервые. В Одессе на рынке, покупательница. Почем ваши синенькие? Продавец дура, это цыплята. Извините, спрашивает молодая мать, сидящая в женской консультации даму. Чем вы кормите ребенка? Как чем? Пока бюстом. Папа, скажи, как правильно пишется, фликончик или флякончик? Деточка, не фликончик и не флякончик, а пизурок. Рабинович, у вас на голове сидит муха. Вы что, хотите сказать, что я говно? Я ничего не хочу сказать, но муху не обманешь. Роза, ты ничего не заметила? У меня давно выпадают волосы. Это ужасно. Как мне их сохранить? Не волнуйся, это же пустяк. Складывай их в картонную коробочку. Что нужно сделать в первую брачную ночь, чтобы не испачкать простыню? Нужно вымыть ноги. Чем отличается террорист от еврейской мамы? С террористом можно договориться. Товарищ техник-смотритель, я вам уже три раза писал. У меня в квартире потолок протекает. Это потому, что идет дождь. Неужели непонятно? Американец угощает Рабиновича черной икрой. Боже мой, как вы от нас отстали, говорит Рабинович. Это мы ели 50 лет назад. Купе поезда. Едут пожилой Равин и молодой человек. Ложась спать, попутчик спрашивает. Сударь, вы не скажете, который час? Равин, не говоря ни слова, поворачивается к стенке и засыпает. Утром поезд подъезжает к Харькову. О, пассажиры проснулись и начали готовиться к выходу. Равин посмотрел на свои часы и сказал попутчику. Молодой человек, вы вчера меня спрашивали, который час? Так вот, сейчас с половины девятого. Почему же вчера вы промолчали, когда я спросил у вас? Удивленно заметил молодой человек. Видите ли, если бы вчера я вам ответил, который час, вы бы меня спросили, куда я еду. Я бы ответил, что в Харьков. Вы бы мне сказали, что тоже едете в Харьков и что вам негде ночевать. Я, как добрый человек, пригласил бы вас к себе домой. А у меня молодая дочь. Вы бы ночью наверняка ее соблазнили. И она бы от вас забеременела. Вам пришлось бы на ней жениться. Ну и что же из этого воскликнул молодой человек? Как я вчера подумал, нахрена мне нужно взять без часов? В КГБ раздается телефонный звонок. Алло, это КГБ? Да. Вы знаете Рабиновича, который проживает по Дерибасовской в доме 15? Да. А вы знаете, что у него во дворе есть сарай? Да. А вы знаете, что у него в сарае есть бревна? Да. А вы знаете, что в бревнах он прячет золото? Спасибо. На следующий день Рабиновичу звонит Хаймович. Ну как дела? Спасибо, дорогой. Не только распилили, но и раскололи. Скажите, Миша дома? Пока дома. Почему пока? Вынос тело через 15 минут. В Одессе. Жена готовит на кухне, а муж колит во дворе дрова. Вдруг раздается пушечный выстрел, жена высовывается в окошко. Абрам, почему стреляла пушка? Что, мясо привезли? Да нет, это начальство из Москвы приехало. Через несколько минут снова выстрелил. Абрам, что, мясо привезли? Я же сказал, начальство из Москвы приехало. А что, в первый раз не попали? На границе часовой стой, кто идет, ша, уже никто никуда не идет. По улице еле-еле идет старый Рабинович. Ему кричат, Рабинович, как ваше здоровье? Не дождетесь. Ися, ты слышал, что Львина жена родила четверых детей и всех назвала мойшами? А как же она будет их различать? А отчеству? Умирает жена, рядом муж. Абрам, обещай, что выполнишь мое последнее желание. Хорошо. А какое? Я хочу, чтобы на моих похоронах ты шел рядом с моей мамой и держал ее под руку. Но тогда же я не получу от похорон никакого удовольствия. Что такое порядочная женщина и что такое потаскуха? Потаскуха — это одинокая женщина, которая потаскует, потаскует и ложится спать одна. А порядочная любит порядок. Сегодня с одним, завтра с другим. В Одессе встречаются двое. Ну как? Восемь. Что восемь? А что как? Скажите, правда, что у одесских проституток светятся глаза? Ну что вы, тогда в Одессе все время были бы белые ночи. Идеальный муж по-одесски. Незрячий, глухонемой капитан дальнего плавания. Рабинович, говорят, что вы большой интриган. Да. А кто это ценит? Мойша, почему у тебя гробы? По пятнадцать. А у Рабиновича по двадцать. Там хоть есть? Где развернуться? Вы не скажете, когда мне нужно сойти, чтобы попасть на Дерибасовскую улицу? Следите за мной и выходите на одну остановку раньше. Что, Боря умер? Да, еще вчера. Тот-то я вижу, он в гробу лежит. Вы слышали? Завтра обещают сорок четыре градуса в тени. А кто вас заставляет ходить в тени? Бабушка, а кто такой Карл Маркс? Деточка, Карл Маркс был экономистом. Как наш дедушка Изя? Нет, дедушка Изя старший экономист. В Одесском порту у самого причала всплывает русалка с маленьким ребенком на руках и обращается к толпе любопытных. А где здесь живет водолаж Жора? Идет экскурсия туристов в раю. И видит, сидит старая еврейка, вяжет носки. Они с почтением говорят ей, вы такая знаменитая, вы самая великая женщина в истории, вы родили такого сына, вы понимаете, для нас Иисус Христос, да-да, но если бы вы знали, как мы с мужем хотели девочку. Наводнение. Все стараются перебраться на сухое место. Лишь один старый еврей сидит в кресле, скорее сюда. Кричат ему с последнего грузовика. Бог мне поможет, спокойно отвечает старик и молится. А вода все выше и выше. Она уже заливает комнату. К дому подплывает последняя лодка. С нее кричат, прыгай сюда, осталось еще одно место. Бог мне поможет, невозмутимо отвечает старик. И перелезает на крышу. Но вода добралась и туда. Над домом зависает вертолет. С него сбрасывают веревочную лестницу. Цепляйся, это последний шанс. Но старик по-прежнему твердит. Бог мне поможет. Тут налетела волна и смыла старика. В раю старик встречает Бога. И укоризненно говорит. Боже, я на тебя так рассчитывал. Что же ты меня бросил в беде? Идиот, кретин. А кто, спрашивается, посылал тебе грузовик, лодку и вертолет? В Одесский оперный театр приходит певица. Скажите, где тут у вас диван, на котором голоса проверяют? Телефонный звонок. Общество память слушает. С вами говорит Рабинович. Скажите, пожалуйста, действительно евреи продали Россию? Да, да, продали еврейская морда. Что тебе еще нужно? Я хотел бы узнать, где я могу получить свою долю. В Одессе нищий просит милостыню. Подходит Исаак, долго ищет в карманах. Нагонец достает один рубль, кидает его в шанс. В шляпу и говорит, извини, Абрамчик, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, так что я не могу давать тебе два рубля. Абрам вскакивает и кричит на всю улицу. Евреи, идите скорее сюда, посмотрите на этого потца. Вчера он женился, а сегодня я уже должен его семью кормить. В Брухлине на Брайтон-Бич один оборотистый одессит открыл небольшой дешевый ресторанчик для только что приехавших эмигрантов. Первые посетители были поражены расторопным официантом-китайцем, который бойко изъяснялся на иврите. Хозяина спросили, откуда у вас китаец, говорящий на чистом иврите? Это мы его научили, сказал хозяин, но только не говорите ему, он думает, что это английский. На рынке сколько стоит эта лошадь, но это курица, мадам? Я смотрю на цену. Спрашивают жениха, ну как, видели невесту, что скажете? Мне в ней не понравились три вещи. Какие же ее подбородок? Здесь проживают супруги Гольдберг? Нет. Но на первом этаже живет господин Гольд, а на четвертом госпожа Берг. Ага, значит, они разошлись. В овощном магазине одесситка долго и придирчиво перебирает овощи, продавец не выдерживает, уж скорее бы уезжала в свой Израиль. Я-то уеду, а тебе придется угонять самолет. Китай завоевал Советский Союз. И вот, по бывшей улице Дерибасовской, а ныне по улице Мао-Дзедуна, идут два китайца. Один говорит, слушай, Фима, я так устал щуриться. У одессита спросили, как вы относитесь к советской власти? Как к жене. То есть, немножко боюсь, немножко люблю, немножко броню, немножко хвалю, но хочу другую. Встречаются два одессита. Рабинович, почему вы не уехали в Израиль? А чего мне туда ехать? Мне и здесь плохо. В московском метро сидит негр и читает еврейскую газету. Рабинович, сидящий рядом, дружески спрашивает, послушайте, мало вам, что вы негр? Я хотел бы заказать места в круизе для себя и моей жены. Пожалуйста, будут какие-либо пожелания, может быть, отдельные кровати, отдельные каюты, отдельные теплоходы. Приезжий спрашивает у одессита, так где же ваша Дерибасовская? Так вам еще ехать на троллейбусе? Семь остановок, отвечает одессит. Что вы говорите? Возмущается приезжий. Я ехал на троллейбусе, и мне сказали, что нужно выходить. А когда вы ехали, сидели или стояли? В Бердичеве на одной улице четыре портняжные мастерские. На первой надпись лучший портной в России. На второй лучший портной в Европе. На третьей лучший портной в мире. На четвертой лучший портной на этой улице. Рабинович, какая болезнь вам больше всего нравится? Чесотка, почесался? И еще хочется. А какая болезнь вам больше всего не нравится? Геморрой. Ни себе посмотреть, ни людям показать. Гольдберг попал под трамвай. Друга семьи просит сообщить о случившемся поделикатней. Друг звонит в дверь. Здесь живет вдова Гольдберг. На тебе дулю, он ушел на работу. На тебе две дули. Ребята, заноси. Ксенс говорит равину. Вот вы простой равин и умрете равином. А я надеюсь со временем стать епископом. Допустим. Что дальше? А епископ может стать кардиналом. Допустим. А дальше? Ну, кардинал может стать папой. Допустим. А дальше? Но не может же папа стать Господом Богом. Отчего же? Одному еврейскому мальчику это уже однажды удалось. Рабинович уехал в Штаты. Через месяц звонит родным из Нью-Йорка. Все отлично. Устроился на работу и очень близко. Каких-нибудь полчаса езды. На метро? Нет. На лифте. Приходит Рабинович к равину. Хочу жениться Ребе. Ну, так женись. Так ведь на Риве. Ну, и что? Она же не зрячая. Так и хорошо. Ты придешь пьяный, она ее не заметит. Это верно. Но ведь она еще и глухая. Ты просто не понимаешь своего счастья. Ругайся, сколько хочешь. Она ее не услышит. Тоже верно. Но она к тому же немая. Что может быть лучше молчаливой жены? Ребе. Но Рива еще и горбатая. Ну, ты мой шанахал. Ты хочешь, чтобы совсем без недостатков. Моисей сказал, все от Бога. Соломон, все от головы. Христос, все от сердца. Марк, все от живота. Фрейд, все от секса. Эйнштейн сказал, что все относительно. Сколько евреев, столько и мнений. Новый раздел называется «Иностранный юмор». Богатый турист из Техаса приехал в Австралию. И впервые увидел кенгуру. Что правда, то правда, признал он. Ваши кузнечики крупнее наших. Секретарь, держа в руке телефонную трубку. Сэр, я думаю, это вас. Почему вы так думаете? Сэр, по телефону сказали. Привет, это ты, старый идиот? Жена, дай мне долларов десять. Я хочу купить бюстгальтер. Муж, зачем? Тебе же за нечего положить. Жена, ну ты же носишь трусы. Ковбой приехал в город. Нашел девушку и приехал к ней домой. Милый, спросила она, а что ты будешь делать, если рождаться стук в дверь? Как что? Распакну окно, выпрыгну и попаду точно на свою лошадь, которую привязал точно под окном. Да что ты, здесь несколько этажей. Не волнуйся, я никогда не промахнусь мимо седла. Занимается любовью, и тут раздается стук в дверь. Ковбой вскакивает, распахивает окно и со свистом выпрыгивает. Девушка открывает дверь, на пороге стоит мокрая лошадь. Передайте моему хозяину, что на улице дождь, и я жду его в подъезде. Экспресс Южный Тихоокеанский несется вдоль границы одного из крупных в Техасе ранчо. Один из пассажиров пристально всматривается в огромное стадо, пасущееся вдоль дороги. Когда, наконец, поезд миновал территорию ранчо, он повернулся к соседу и заметил порядочное стадо. Одиннадцать тысяч четыреста двадцать девять голов. Сосед изумленно уставился на него. Просто непостижимо. Я владелец этого ранчо, и цифра, названная вами, совершенно точная. Но как вы умудрились-то считать, когда поезд мчится со скоростью шестьдесят миль в час? О, это довольно просто, если знать систему. Я считаю ноги, а потом делю на четыре. В ресторане посетите, спрашивает официанта. Скажите, пожалуйста, у вас есть в меню дикая утка? Нет, сэр, но для вас мы можем разозлить домашнюю. Жан в гостях у своего друга Франсуа, недавно женившегося на дочери одного миллионера. Жан шепчет другу, как же ты на ней женился. Она хромая, кривая, а еще и заикается. Можешь говорить громко, она еще и глухая. Жена, на что ты выбросил тысячу песет? Ты же знаешь, любимая, деньги, как вода. Туда-сюда две сотни. Хотел купить тебе цветов за восемьсот. Вот тебе и тысяча. Под колеса машины попала курица. Водитель вылез, заглянулся, никого не заметив, бросил курицу в багажник. Вдруг из кустов выбирается дюжий фермер. Только не надо мне рассказывать, что ты хотел срочно доставить пострадавшую в больницу. Умер человек, и жена стала над ним причитать. Огурцы он у меня любил, огурцы. Огурцы любил, да лопнут мои бока огурцы. Ах, огурцы он любил, что делать? Ах, огурцы, огурцы. Людям надоело слушать про огурцы. Тогда священник подошел к вдове и попросил ее, добрая женщина, перед... Стань толковать про огурцы. Неудобно про огурцы. А что мне еще сказать, священник? Что мне делать? О, священник, о, священник, о, священник, о, священник, священник, да простит тебя Бог. Пусть в случае будут огурцы. Из английского юмора. В ресторане джентльмен заказывает одну порцию виски, потом другую, третью. Когда он подозвал официанта и попросил заплетающимся языком принести четвертую порцию, официант возразил, простите, сэр, но, по-моему, вам уже достаточно. Нет, я все прекрасно соображаю и вижу. Что вы видите? Я вижу, как в открытую дверь входит кошка и у нее два глаза. Сэр, эта кошка выходит. Человек едет на машине и вдруг его обгоняет курица. Он прибавляет газ, надогнать ее не может. При скорости 100 км в час курица резко свернула на ферму. Человек остановил машину и спрашивает у фермера, что это у вас за куры такие? А это новая порода, мясная, только что вывели, ну и как вкусные, а хрен их знает, догнать никто не может. Лорд спрашивает дворецкого, Джеймс, что за шум на улице, демонстрация проституток, сэр. А что они требуют? Чтобы им больше платили, сэр. А что им действительно мало платят? Да нет, сэр. Почему же тогда они недовольны? Бляди, сэр. Жена, нужно, наконец, уволить нашего шофера. Сегодня он третий раз чуть не убил меня. Муж, он отличный парень. Давай дадим ему еще один шанс. Прокладывая трассу железной дороги, инженер зашел в крестьянский дом. Железнодорожное полотно будет проходить как раз через ваш дом. Не имею ничего против. Но вы сильно ошибаетесь если думаете, что каждый раз, когда будет проходить поезд, я стану открывать и закрывать дверь. Один француз ел устрицы и подавился одной, которая оказалась большая жемчужина. Но французу повезло. Жемчужина позволила оплатить врачебную помощь, а также все расходы на похороны. Как поживает ваша лихая бабушка? Она и поныне спускается верхом по перилам лестницы? Да, но теперь это сложнее. Я велел натянуть колючую проволоку по всей длине перил. И это бабушку остановило? Нет, но замедлило скольжение. Боюсь, мистер Смит, что с этого дня вы должны бросить пить, курить, летяться с женщинами. Я ведь мужчина, доктор. Можете продолжать бриться. Директор цирка звонит в полицию. У нас сбежал слон. «Особые приметы», спрашивает дежурный. Тренер утешает проигравшего боксера, но в третьем раунде ты своего противника здорово напугал. Чем это? Ему показалось, что он тебя убил. Хозяин предупреждает гостей. Ради бога, джентльмены, только не садитесь на этот диван, он кишит клопами. Почему вы не выкинете его? Пробовал, они его назад приносят. На повороте одну машину бьет сзади другая. Из первой выскакивает водитель женщина и кидается к задней машине. Вы что, не видели, что за рулем дама видел? Так почему же вы так по-хамски себя ведете? Я же мигаловым правым подфарником и повернула направо. Вот это-то меня и смутило. Идут люди по шоссе и видят из болота вылезает человек весь в тиме, в грязи и направляется по дороге в город. Все бросаются к нему, спрашивают, что с ним, как попал в болото. О, как мне надоели все эти вопросы. Неужели вам непонятно, что я здесь живу? Почему вы так? Почему вам так везет в карты, а на скачках вы никогда не выигрываете? А вы когда-нибудь пробовали засунуть лошадь в рукав? Пожилой состоятельный мужчина женился на молоденькие девушки. Молодость жены его очень волнует. Не знаю, как мы будем жить, жалуется он своему приятелю. Все-таки мне 70, а ей 18. Что мне делать? А вы наймите молодого секретаря, говорит ему друг. Встречаются через год. Как ваша жена интересуется приятель? Спасибо, она беременна. Да, поздравляю. А как секретарь себя чувствует? Спасибо, хорошо. Она тоже беременна. Две дамы беседуют о замужестве. Мне кажется, говорит одна, что замужество напоминает мираж в пустыне с дворцами, пальмами, верблюдами. Потом исчезает дворец, за ним пальмы, и, наконец, остаешься с одним верблюдом. Кадровик, пришедшему наниматься на работу. Ну, кадровик, инспектор, скажем, по кадрам. Вы что-то выглядите недостаточно подвижным для своего возраста. А вам кто нужен? Бухгалтер или обезьяна? В Швеции приходят международные соревнования лесорубов. По сигналу бросились с длинными топорами ростые лесорубы и среди них маленький человечек с небольшим топориком. Швед повалил за час 14 деревьев, Финн 18, а маленький человечек свалил 25. Победителя обступают репортеры, где вы научились так ловко рубить деревья в пустыне Сахаре. Там же нет ни одного дерева. Да, теперь нет. Перед смертью адвокат Кин Рой сказал жене, схрани меня поскромнее, на памятник не траться. После похорон на его могилу вдова положила табличку с двери его служебного кабинета. Адвокат Кин Рой принимает ежедневно с 10 до 15 часов. В магазине женщина выбирает метлу, перебрала все, что было, потом заставила продавца принести партию со склада, потом снова перебрала все сначала. И так два часа. Продавец взмок, наконец, она выбрала метлу. Вот эту. Мадам, вам завернуть или вы так полетите? В Швеции проходит конкурс на самую красивую лошадь. Победила лошадь англичанина. Владелец верхом на ней должен получить приз из рук короля. И когда он подъехал к трибуне, вдруг лошадь на всю площадь сдала непристойный звук. Все замерли. Англичанин покраснел до корней волос и срывающимся голосом произнес «Простите, ваше величество!» «Вы знаете, сказал король, если бы вы не извинились, я бы мог подумать, что это сделало лошадь. Публичный дом приходит клиент и видит кругом одни русалки. Я бы хотел женщину с ногами, говорит он. У нас сегодня рыбный день. Проститутка сдает деньги в парижский банк. Мадам, говорит ей служащий, пардон, но эти деньги фальшивые. «Боже мой!» кричит она. «Выходит, меня изнасиловали!» капитан корабля кричит. «Кто там внизу?» «Бил, сэр!» «А что вы там делаете?» «Ничего, сэр!» «А том с вами?» «Да, сэр!» «Что он делает?» «Он помогает мне, сэр!» Два рыбака провели целый день на берегу реки. под вечер один из них говорит со вздохом «Есть одна вещь, в которую я никогда не поверю. Какая?» «Как будто есть целые народы, которые живут одним рыболовством». «Встречаются два индейца». «Что это тебе так раскроили череп?» «Чем это тебе так раскроили череп?» «Трубкой мира». По улице Нью-Йорка мчится машина. Кофер одной рукой держится за руль, а другой обнимает девицу. Ему кричит знакомый полицейский «Джим, что ты делаешь?» «Одной рукой!» «А как я буду править?» К балетмистеру приходит человек и предлагает «Я за двести долларов буду делать массаж всем вашим балеринам, окей? Деньги при вас? вопрос французскому радио. Какие сейчас груди в моде?» «Пришел ответ маленький. А что делать тем, у кого большие? Донашивать? Я хотел бы иметь твою внешность и капитал Рокфеллера. Ах, я и не знал, что ты умеешь так льстить. Видишь ли, если бы я имел капитал Рокфеллера, мне было бы наплевать на свою внешность?» Богатый человек в Монте-Карло спустил в рулетку все свое состояние, вышел из казино и печально и пошел по дороге. И вдруг внутренний голос говорит ему «Еще не все потеряно, не все. У тебя осталось на руке кольцо твоей покойной матери. Вернись назад и играй снова». Человек вернулся, вошел в зал и внутренний голос сказал ему «Поставь на черное». Человек снял кольцо и поставил на черное. завертелась рулетка выпала красная. И внутренний голос сказал «Боже, как я ошибка!» В одном английском колледже среди учащихся был объявлен конкурс на самый короткий рассказ. Тема любая, но есть четыре обязательных условия. Зачинения должны быть упомянуты королева, бог, чтобы было немного секса, чтобы присутствовала тайна. Первую премию получил студент, который выполнил все условия, поместил весь рассказ в одной фразе «О Боже!» воскликнула королева «Я беременна и неизвестно от кого». Скажите, сударь, рассудок вашего дяди был ясен до последнего момента, наследник, не знаю, завещание будет оглашено завтра. Человек решил сделать бизнес, поехал в пустыню Сахару торговать газированной водой на льду. Через полгода вернулся без копейки денег. Его спрашивают, почему он прогорел. Никто не подходил покупать, думали «Мираж». И Кассо приехал в Лондон на вокзале, у него украли часы. Инспектор полиции спросил «Вы кого-нибудь подозреваете в краже?» «Да, я помню одного человека, который помогал мне выйти из вагона». «Вы художник? Нарисуйте его в портрет». И к вечеру по рисунку Пикассо оперативная лондонская полиция задержала его подозрению в краже трех стариков, двух старух, два троллейбуса и четыре стиральные машины. Субтитры 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 Субтитры